Микс Ньюс. Утро на Болткове. Доброе утро. Мы снова в эфире. Веду программу сегодня я, Ольга Авдевич, и гость нашей программы «Личное утро» Ирина Власенко. Медик, председатель общества защиты животных. Общество называется «Бедри Бадзивные Купалы Дзибас Денестс». Доброе утро. Доброе утро. Ирина, программа называется «Личное утро», и первый вопрос нашим гостям обычно мы задаем. С чего начинается ваше личное утро? Как вы его проводите? Ну, мое личное утро уже много лет подряд начинается с того, что я выпиваю чашку кофе, собираюсь с мыслями, планирую свой день, ну и бегу к своим питомцам, которых у меня очень много, которым я помогаю, даю временный дом и постоянный дом своим котикам. Ну, расскажите сейчас, вот, например, в данный момент у вас собранных, подобранных, спасенных животных сколько находится в доме? Ну, за те годы, то, что я уже занимаюсь, эти действия уже 20 лет, да, постоянных жителей у меня 14. Это уже мои постоянные, никуда от этого не деться. Это какие-то котики с проблемами, котики-инвалиды, которым я дом не нашла, и так они остались в нашем доме. Было больше, но вот сейчас там старички умерли, осталось 14. Ирина, а как относится ваша семья к такому большому кошачьему пионерскому лагерю, который прописался у вас? Ну, так получилось, понимаете, вот так сложилась жизнь наша, да, что мы переехали в Юрму, купили дом, пока мы его ремонтировали, нам подкинули кошку с тремя котятами. Вот с этого все началось, это был еще 99-й год, вот, ну и так мы так с мужем подумали, ну ладно, мы там пристроим, ну вот двое котиков осталось, и так потом оказалось, что там кругом дачники, и каждый год нам, в общем-то, сюрпризы подкидывали. Все дачники осенью уезжали, и все коты с округи приходили к нам. Ну, так и получилось. Ну, в принципе, это было постепенно, это не было так в один момент, и как-то, ну, и дети, и внуки, и муж уже как-то смирились, что с меня не переделать, я такая, какая есть, по-другому я не могу. То есть они приняли? Они, конечно, приняли, и я хочу сказать, что вот в данный момент муж – это самый главный мой помощник, потому что никто другой, как он, мне могут там позвонить в час ночи, в два ночи, там, где-то котенок на лестнице, под машиной, и говорю, мужу, ну, вот такая ситуация, садимся и едем, да, то есть он меня уже одну не отпускает, конечно, в ту ночь, и едет со мной куда надо. А расскажите, пожалуйста, вот эта ваша организация, да, общество защиты животных, то есть была пилотная кошачья семья такая, это было ваше дебютное усыновление, и сейчас выросла до целой организации. Нет, это вообще даже с этим не связано, да, я жила себе спокойно, вот спасала все, что в округе, там, лечилась, стерилизовала, я никуда не лезла особенно, да, и это было много лет, это было же вот 16 лет, то, что я вот вокруг дома что-то делала в своем районе, и все. А 4 года назад так получилось, в приюты я не ездила, вот могу сразу сказать, я приютом перечисляла деньги, я, как и все люди, я ужасно боялась ехать в приют, я знала, что у меня это разобьет сердце, да, вот просто я боялась приюта как огня, я не ездила, я знала, что в Юрмале есть приют, но я думаю, нет, я буду помогать вот здесь, и сейчас я не могу туда поехать, у меня остановится сердце, я там вообще умру, и так далее. Это очень распространенная такая эмоциональная реакция, и, Ольга, по поводу приютов, и по поводу, кстати, детских домов, вот волонтеры, которые работают с детскими домами, они тоже все рассказывают, что первый раз было страшно. Да, страшно. И так получилось, что просто звонит знакомая, умоляет, Ира, ты в Юрмале, вот там котенка нашли в Канаве, его отвезли в приют, он такой маленький, ему там не выжить, ты не можешь съездить, его забрать. Ну, как я могла отказать? Ну, конечно, ну, поехала, посмотрела, поняла, что, да, сердце мне это разбило, и все, но надо помогать. Я просто поговорила там с людьми, которые там работают, посмотрела их условия, поняла, что, ну, да, им нужна помощь. Первые месяцы я там одна ездила, просто убирала у котов, какие-то там корм привозила, потом смотрю, что нет, одной мне там не справиться, надо помощь. Юрмала большая, а как-то желающих там помогать очередь не стоит. Ну, и первый раз в жизни я написала такой публичный пост в Фейсбуке, что вот, ну, люди дорогие, в Юрмале есть приют, это наш с вами город, да, это наши с вами, в общем-то, животные, и им нужна наша помощь. Надо приехать на субботник и помочь приюту. Вы знаете, я была поражена, откликнулись на неё, приехало 50 человек, на этот субботник приехало 50 человек. Ну, это не с Юрмала даже. Да, я просто была поражена, приют вообще, они просто были поражены, к такому количеству людей они вообще не привыкли, но приехали и Рига, и Саласпилс, и ещё откуда-то. И вот это вот 50 человек, мы целый день там отработали, навели порядок у кошек, у собак, спросили, что им надо. И с этого, в общем-то, началась моя такая активная деятельность, потому что я поняла, что меня это не отпускает, меня это волнует, да, и я теперь точно спокойно спать не могу, мне это разбило сердце. И просто плакать это смысла нет, это ничем не поможешь, да, надо помощь реальная. И вот с того 2016 года это всё началось. У нас, в принципе, вот эти вот люди, которые приехали тогда, сначала у нас такая группа осталась 10 человек, мы стали ездить в приют каждую неделю им помогать, суббота, воскресенье, все праздники мы туда едем. То есть у вас сложились и личные какие-то отношения, да? Вы знаете, вот с тех пор это не только просто люди-волонтёры, это наша команда, это мои друзья, да, это я точно могу сказать, что это мои друзья, потому что мы теперь помогаем друг другу не только там, что касается животных, но мы поддерживаем друг друга, если кому-то из нас нужна помощь, мы всегда можем позвонить, и эти вот люди всегда помогут, да. И потом, ну просто мы видим, что мы не справляемся, что материально это всё-таки очень много, да, по деньгам получается. То есть а как вы решаете вопрос, вот вы подобрали эту несчастную кошку, она больная, да, ей нужна ветеринарная помощь, это же стоит денег. Да, за 4 года уже всё как бы, мы теперь знаем, какой-то алгоритм появился, тогда это было для нас начало, мы все люди разных профессий, мы никак не связаны с животными, да, я врач-гинеколог, кто-то менеджер, кто-то владелец фирмы, кто-то продавец, кто-то юрист, кто-то учитель, кто-то воспитатель, мы все разных профессий, мы никогда вообще с приютами не были связаны. Для нас это всё новое. И, конечно, в первое время там была куча ошибок, мы не знали, как правильно это всё делать. И, ну так как мы видели, что ты подбираешь животное, его надо везти к ветеринару. К ветеринару везти – это деньги, это не маленькие деньги, особенно если надо лечение, это может быть и 200 евро, а если операция, это может быть и до 1000 евро. И даже вот нам, 10-12 человек, нам с этой суммой никак не справиться. И поэтому, поговорив, обсудив все варианты, посмотрев на опыт других обществ, мы решили зарегистрировать своё общество. И вот в 2017 году, в начале 2017 года мы организовали общество, его зарегистрировали. И потом ещё получили статус общественно-полезной организации. И тогда уже на законной основе мы можем собирать пожертвования, публиковать какие-то свои объявления, ну и просить помощи людей. И я хочу сказать, что без помощи людей, конечно, это просто было бы невозможно спасти то количество животных, которое, в общем-то, мы спасаем каждый год. А вы когда-то считали, сколько спасённых животных прошли через ваши руки? Знаете, первый год мы считали. Первый год мы считали все. У кого там сколько котиков, кто там сколько собачек спас. Второй год уже через так. Ну, сейчас мы в общем количестве, конечно, мы считаем. Но каждый год это количество растёт и уже становится иногда страшно. Потому что если первый год это было 100 спасённых животных за год, мы радовались, мы 100 животных спасли. Ну, в основном это были коты, но собаки меньше. То сейчас вот за прошлый год это было уже 650 животных. И это коты, собаки, собаки из приюта, которым мы ищем дом, собаки с улиц, собаки с каких-то объявлений, которым мы помогаем найти дом. Потому что обращаются пожилые люди тоже к нам, уже знают, куда звонить, и тоже помогаем. Люди уезжают, там у людей аллергия. Ну, много причин, почему оставляют животных, да. И, ну, помогаем, стараемся помочь. А вот можете отследить какую-то тенденцию, скажем, несколько лет назад и потихонечку вот сейчас? Больше бросают животных или меньше? Как вообще? Может быть, общество стало более информированным, более ответственным? Или там, скажем, социальная наша ситуация такова, что больше таких ситуаций? Знаете как, то, что касается собак, вот когда ввели чипирование, всё-таки стало лучше. Надо признать, стало лучше. Да, конечно, что касается Юрмала, ну, наверное, 50% собак всё-таки без чипов или с чипом, который не зарегистрирован, и который вообще тогда ни о чём, зачем его ставить и не регистрировать. Да, смысл в том, что ты поставил чип, и он должен быть зарегистрирован в базе данных, да. И тогда по чипу любой полиция, самоуправление и клиника может найти и связаться с хозяином. Если стоит чип в собаке, но он не зарегистрирован, хозяина найти никак нельзя. Это какой смысл тогда? Дорогие хозяева собак, обязательно, если вы, значит, ставите чип, он должен быть обязательно зарегистрирован в базе данных. Да, ЛДЦ, это Латвия с дату-центр. Ну, в принципе, в клинике всё людям объясняют, что ставится чип, но это не значит, что вашу собаку можно найти. Вы, как владелец, обязаны зарегистрироваться. Стоит регистрация копейки, там, 3-4 евро, это, ну, ни о чём вообще, да. Ну, просто найдите 5 минут и зарегистрируйте. Всякое бывает в жизни. Это не обязательно, что собаку выпустили погулять. Она может вырваться из шлейки, она может куда-то просто… Вы открыли машину, она убежала от страха. Сколько раз было, что попадают хозяева в аварию, и собака убегает. А как потом найти хозяина, да? Сейчас же и во многих полициях, самоуправлении есть считыватель этого чипа, да, устройства, где можно проверить, они могут тоже связаться. Но если вас нет в базе данных, ваша собака пойдёт в приют, и она там может долго сидеть и ждать вас, да. А вот о приютах. Недаром мы решили эту программу провести именно осенью, перед наступлением зимы. Как раз вот именно сейчас очень актуально, чтобы люди подумали о том, может быть, есть у них такая возможность взять в семью животное из приюта перед вот наступлением холодов, потому что им, конечно, там сложно. И не сладко приходится. Расскажите, вот чем можно на зимний период, вот просто обычные люди, чем могут помочь приютам? Ну, во-первых, хочу сказать так, что не надо так как бы брать животное, вот только из-за того, что холода наступает, да. Брать животное – это очень ответственный шаг. Взвесьте все за и против. Холода кончится, наступит лето, вы захотите уехать, а животное останется с вами, да. Когда вы берете животное, вы должны понимать, что это еще один ребенок в семье, да. Это не вещь, это не какая-то статуэтка, которую поставила, она будет стоять. Этому ребенку надо хорошее питание, ветеринарные услуги, которые стоят денег, да. Если вам надо уехать, вы должны подумать, с кем этот ребенок будет. Ну, это на 15-20 лет ваш ребенок. И поэтому не надо брать животных на эмоции. Еще такой момент, что вы не можете, скажем, после работы поехать сразу в гости, или пойти на спектакль, потому что вас ждет дома вот этот ребенок, который надо вывести, да, если собака, это надо вывести как минимум два раза в день, да. Есть у нас правило кабинета министров, номер 266, о содержании животных. Там черным по белому написано, что если у вас есть собака старше трех месяцев, вы обязаны просто, ну, там нормальное питание, вода у нее должна быть и два раза в день, как минимум прогулка по 30 минут. Не гоже, если ваша собака, даже если она там маленькой породы, и, ну, и ходит все время, а есть люди, которые берут собак и вообще не выходят с ними, они писают, как у дома, но это вообще никуда не годится. Ну, не надо брать. Ну, это, наверное, какие-то, ну, наверное, только маленькие какие-то, совсем уж декоративные. Нет, к сожалению, у нас бывают ситуации, когда и большие. Люди берут собачку на эмоциях, и потом понимают, что им нет времени. Ах, ну, пусть вот она там на пеленку ходит, и там какая-нибудь собачка, знаете, лосик такой сантиметров 60, да, и вот он не приучен ни к туалету, ни к поводку, ни к чему, да, таких ситуаций сплошь и рядом. Это потому, что люди берут на эмоциях собак, да. Мне очень нравится система, скажем, в Германии, в Европе, да, прежде чем взять собаку, с тебя потребуют куча-куча справок из дома управления или от дома владельца, что ты имеешь право содержать это животное. Могут в приют потребовать справку о твоих доходах, да, социальная служба может подключиться. Потом ты должен приехать в приют, познакомиться с этой собакой. Я, когда куда-нибудь мы едем с мужем путешествуем, мы очень любим путешествовать, да, я обязательно стараюсь посетить приют местный и посмотреть, как там вот всё устроено. И вот в одном приюте, значит, это было в Европе, мне показывают комната, значит, там стоит диван, душ. Я говорю, а что это? Ну как? Вот хозяин приезжает, да, мы ему предлагаем, если вы хотите, вы можете с этой собакой несколько дней пожить вот в этой комнате, чтобы понять, у вас как бы есть контакт, нет контакта, вы можете с этой собакой или нет, говорит, особенно если касается больших собак, и мы, говорит, вот смотрим, как хозяин контактирует, справляется, он не справляется. И иногда бывает так, что человек два дня пожил с этой собакой, ну как бы в этой комнате, и понимает, что он не справится, да. Вот это ответственное, понимаете, такое. Да, потому что, наверное же, очень, это такой травмирующий момент, когда люди берут собаку, и, скажем, через неделю они понимают, что нет, а собака уже, в общем-то, настроилась на новый дом, и её возвращают обратно. Это не только собака, да, и только собака, даже кошка. Да, есть вот, были в моей, скажем, этой вот в жизни кошки, да, которых возвращали три раза или четыре, да. Один раз там хозяин уехал, второй раз аллергия, третий раз ой, слишком ласковая, четвёртый раз нет, неласковая, понимаете, и каждый раз, вот люди не понимают, что у животного всё равно есть душа, да, и каждый раз это очень большой стресс для животного, да, и он закрывается, у животных бывает депрессия даже, да, вот об этом надо помнить. Поэтому я всегда очень прошу, взвесьте сто раз, есть ли у вас время на это животное, есть ли у вас деньги на это животное, потому что, к сожалению, без денег ты не можешь содержать животное. Это как и ребёнок, да, то есть люди, ну как бы заводя ребёнка, они понимают, что есть какие-то траты обязательные, то же самое и на животное. Ну, где-то 20 евро – это минимум, что ты должен будешь тратить на животное в месяц, да, на собак это ещё больше, да, а если надо будут какие-то ветеринарные услуги, это может быть и сто, и больше евро, да, поэтому люди… Я, например, не приветствую, потому что вот давайте там на земосветке поедем, возьмём щеночка. Не надо на земосветке, потому что после земосветки наступят будни, да, а эта собачка, она останется, эта кошечка эта останется. Ирина, а есть какие-то, может быть, ветеринарные клиники, которые вот не только вашей организации, а вообще вот каким-то обществом по защите животных идут навстречу, какие-то услуги предоставляют либо бесплатно, либо дают скидку? Нет, бесплатно никто у нас не предоставляет никакие услуги, да. Ну, это такой, знаете, больной вопрос. Есть клиники, которые, конечно, идут на уступки, у нас есть постоянные скидки, спасибо вам огромное, мы сотрудничаем много лет с этими клиниками, да, и есть клиники, которые именно для уличных животных дают особенные цены, есть клиники, которые не нравятся уличных животных, есть клиники, которые говорят сразу, если животное уличное, к нам не привозите. Но всё очень индивидуально, так как это частный бизнес, да, и у нас нету государственных клиник, есть при больших приютах, может быть, свои ветеринарные врачи, но они обслуживают приюты, да. Поэтому есть вот, скажем, клиники, которые обеспечивают стерилизацию бесплатно уличных животных, они сотрудничают, скажем, Тетерево фонд был, есть, да, у нас вот они помогают со стерилизацией уличных животных, и поэтому вот, ну, есть такие программы. Есть программа от Рижской думы на стерилизацию бездомных котов, да. Но, к сожалению, деньги заканчиваются очень быстро, я не знаю, из года в год, прекрасно Дума знает, сколько этих животных вообще есть, да, но из года в год деньги на бесплатную стерилизацию, она заканчивается в июле, когда, и до декабря их, ну, надо стерилизовать. Вот сейчас куча, сейчас ещё кошек нестерильных ходят во дворах, а мы не знаем, что делать. И поэтому вот общество, они берут всё это на себя. Фактически это волонтёры и люди, которые перечисляют нам деньги, это простые люди, берут всё на себя. Как бы государственные функции, мы частично их замещаем, к сожалению. Вообще, это же действительно, это большая проблема, уличная проблема уличных котов, да, в рамках города, которая тоже требует комплексного такого подхода, решения, планирования. Да, да, у нас же столько департаментов, есть видос департаментов. То есть, в принципе, в конце концов, эти животные, они не прилетели с космоса. Этих животных выкидывают люди. Откуда кошки на улице? Не надо рассказывать, что это уличные кошки. Нет уличных кошек, нет такого вида кошек, да, нет уличных собак. Ну, нет, их такими сделали люди. Это мы с вами, да, наши друзья, наши родственники, наши знакомые. К сожалению, это жизнь, да. У кого-то котик убежал, его не ищут. Кто-то, скажем, взял, что-то не понравилось, выкинул на улицу. Вот откуда эти все колонии котов, да. Есть места, где люди сами занимаются, вот те, которые живут, они этим занимаются. Они их стерилизуют, делают домики и ухаживают. Есть дворы, которые, ну, вообще не хотят никто этим заниматься. Но я считаю, что, в принципе, город на себя должен брать эту функцию. Если, хорошо, у вас нет ресурсов их ловить, там, да. Есть люди, волонтёры, которые готовы это делать. Ну, нужна помощь от города. А помощь в чём? Дайте, выделите нам средства на бесплатную стерилизацию. Я точно так же плачу налоги, как и все остальные люди, да. Но я бесплатно еду, их ловлю, везу в клинику. Ну, хотя бы клинику оплатите, город, пожалуйста. Мы же не просим это себе куда-то. Ой, дайте нам денег, чтобы мы кормили животных. Мы не просим на еду, мы просим только денег на стерилизацию. Все общества в Латвии сейчас в долгах только из-за того, что мы решаем проблемы. То есть вы подменяете собой, в общем-то, государственную структуру. Ну, да. В принципе, этим должен заниматься. Ну, хорошо, муниципалитет должен этим заниматься. Каждый город должен выделять какие-то средства. Но при том, я понимаю, что их нету. Я понимаю, что сейчас тяжело. Но как-то навести порядок надо. Если город не будет этим заниматься, не будет порядка. Мы не можем все это ложить на плечи тех людей, которые и так вообще бедствуют. Потому что, поверьте мне, перечисляют. Я же вижу, кто перечисляет. Я знаю этих людей. Кого-то я знаю лично. Кого-то я просто вижу и знаю, что у них уже куча подобранных животных. И эти люди из месяца в месяц тебе перечисляют средства на общество, чтобы ты мог дальше спасать животных. Сейчас у нас есть возможность сказать спасибо всем, кто откликается, потому что это очень важная помощь. Я хочу сказать, что я просто поражена количеством людей, которые помогают. Я просто поражена. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут на рекламу. Оставайтесь с нами, мы продолжим. Продолжаем нашу программу. Гость нашего эфира сегодня доктор, медик Ирина Власенко, председатель общества защиты животных Бедри, Бадзивни, Купалы, Дзибас, Денест и волонтер-доброволец, который спасает животных по всей Латвии уже более 20 лет. Ирина, я хочу спросить. Я на страничке вашей Бедри, вашего общества, видела такой пост о том, что в районе аэропорта Спил вы на обочине нашли сбитого кота и подобрали его. Какова его судьба? Ну, насколько я помню, это было. Ну, другие девочки, другое общество нашли, да, но его доставили в клинику, все обследовали, и котик уже нашел дом, все хорошо. Как приятно слышать. Я вообще очень радуюсь, когда люди в Фейсбуке размещают посты, что вот взяли домой собаку, значит, или кошку, и она обрела семью. И потом присылают фотографию в приют, и приют тоже на своей странице в социальной сети выставляет эти фотографии. Просто очень-очень радостно. А какие еще из каких-то последних, вот, может быть, ваших историй вас тронули особенно? Ну, знаете, каждая история, это каждый раз особенно что-то, да, потому что, ну, ты не можешь пройти мимо, если, скажем, тебе звонят и говорят, вот нашли коробку, там семь котят, видно домашних, вы можете их взять? И ты понимаешь, что тебе, ну, некуда, некуда. Но если ты их не возьмешь, они погибнут на улице. Берешь, да, выкармливаешь, и потом ищешь дом, там, все-все-все делаешь, да. И, понимаете, каждая такая история, она остается в твоем сердце, каждая. Я, конечно, за эти годы было много, может быть, кто-то уже забылся, но когда тебе присылают вот твоего же спасеныша, там, через год, через два, через три, это так греет душу, это вот, наверное, то, что дает силы двигаться дальше. Потому что, конечно, наступает такой момент, что ты очень устаешь, ты выгораешь, ты выгораешь от этой боли, да, тебе, ну, это все проходит через твое сердце. Невозможно смотреть, да, вот, ну, в приют, например, привозят в приют дорогую породистую собаку. Хозяйка ее просто в вольер загоняет, кидает ей игрушку и уезжает. И все. И вот почему? А нет времени заниматься этой собакой. Собака дорогая, породистая. Зачем ты ее покупала? Это модно? Это ты просто вот хотела показать, какая ты крутая, ты купила эту собаку? А потом эта собака недели просто сидит на будке и смотрит на ворота, да, и мы все просто обливаемся слезами, мы не знаем, как ей помочь. Потому что собака не ест, она только смотрит на ворота, сейчас ждет вот хозяйку. И потом уже, ну, конечно, работаем там с этой собачкой, и волонтеры, и работники приюта, и кинолог приезжает, чтобы немного эту собаку привести в чувство. Конечно, находим дом. Но вот каждая такая история, она тебе разбивает сердце, и в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя нет сил вообще двигаться дальше, да. И вот когда ты понимаешь уже, ну все, ну нету сил, я не могу больше, я просто не могу это все пропускать через себя. И вдруг тебе присылают фотографию твоего питомца, и вот он лежит там на диване, или собачка, или котик. И ты понимаешь, ну как я не могу, ну вот же, вот то, ради чего я это делаю, да. Ну и двигаешься дальше. Так все мы, да, так вот такими периодами, что бывает такое, что ты просто не можешь. Или вот была история в бал уже была. 20 котов оставлено без помощи, 20 скелетов. Хорошо сообщили. Они месяц были без еды нормальной, без воды. Они были заперты в квартире? Да, они заперты в квартире были. Просто хозяйка вот спасала, спасала, в какой-то момент не справилась, уехала в другой город и оставила этих котов, да. И вот мы все вместе их спасали, и наше общество, анималхелпер, и просто волонтеры, и тепу-тепа. И спасли мы этих котов, никто не умер. Но это было очень тяжело. Они лежали в стационаре, мы собирали деньги, чтобы их вылечить, да. Вот каждая такая история, она просто, ну тебя выбивает из колеи. То есть я понимаю, что как и в жизни, да, есть плохие люди, есть хорошие, есть хорошие, которые запутались и вот какие-то поступки такие совершают. Но каждая такая история, она проходит через тебя, она не может тебя оставить равнодушной, и ты в какой-то момент понимаешь, что тебе очень больно, ты даже не знаешь, как двигаться дальше, да. Но раз посмотрел в эти глазки, которые тебе прислали, ну и понимаешь, нет, надо двигаться дальше. Среди программы называется «Личное утро», да. И, скажем, мы говорим о нашем личном отношении к этим вещам. А если немножечко мы приподнимемся над нашим личным, не кажется ли вам, что в принципе, ну хорошо, ну вот мы возьмем сейчас все кошки с улицы, усыновим бездомных, проблемы это не решит, что все-таки нужно законодательно каким-то образом регулировать эту ситуацию. Понимаете, я такая ещё, может быть, первый год была такая наивная, мне казалось, ну вот мы сейчас все вместе возьмёмся, вот нас столько народу, вот, значит, мы волонтёры, мы там предоставляем временный дом, ну хотя бы в Юрмале мы наведём порядок. Ну такая у меня была программа «Минимум», скажем, да. Идеалистическая, адапевтическая мечта. Она через год, моя мечта разбилась, а быт, понимаешь, ты как бы приводишь двор в порядок, ты всех стерилизуешь, котят забираешь, находишь дом. Проходит ровно год, в этом же дворе появляется один, два, три, нестерильное животное, которое тут же плодится, естественно, и получается то же самое. И этот процесс бесконечен. Этот процесс бесконечен только потому, что у нас каждый человек безответственно может взять животное. Как это всё остановить? Да, надо законодательно. В принципе, у нас есть законы, которые охраняют животных, да, всё у нас есть, они не работают, нет контроля. Просто нет контроля. Полицию это не интересует. ПВД, которая вот сейчас как бы все функции переняла, у них нет таких ресурсов, чтобы всё это контролировать. Я считаю, что, конечно, надо менять, конечно, надо всё. Это как бы и есть уже инициативная группа, где приюты общества объединились, и пишут свои предложения за МКУП и Бессмин и Стрия. Но там опять же какие-то подводные камни, да, там идёт какая-то непонятная борьба. Почему-то латвийское общество там врачей, ветеринарных, выступает против каких-то там законов. И понимаете, вот какая-то такая непонятная идёт борьба, хотя все мы выступаем, и врачи, и волонтёры, и приюты, за то, чтобы у нас не было бездомных животных. Мы все за это, да, но почему-то пока не получается как-то донести это до нашего правительства, что надо всё-таки какие-то законодательные акты принимать, что нельзя, человек взял одно животное, уморил голодом или убил, да, взял другое животное, но надо законодательно запретить этому человеку брать животное. Он живодёр, ему нельзя иметь животное, его надо запретить, да, надо, чтобы было больше каких-то дел доходило до суда с этими живодёрами, да, чтобы были наказаны. За всё это время он, вот единственное, что в Юрмале нам удалось одно дело довести до логического конца, и человека посадили за то, что он хотел убить собаку. Он её не убил. Мы её спасли, нашли и дом, и собачкин, он был старенький, правда, но он ещё полтора года прожил в семье и счастливо умер вот от старости в любящей семье, да. Это был единственный прецедент, когда дело довели до суда, и человек получил реальное наказание. Не просто его там пожурили и сказали 50 евро штраф, а его посадили, да, а таких случаев сплошь и рядом, и мы это знаем, да, и ничего мы не можем добиться. Ну, юристы не хотят этим заниматься, дело неприбыльное, понятно, что там с нас возьмёшь с кошельников. То есть, в общем-то, вам нужна волонтёрская юридическая помощь. То есть, если есть сильный юрист, который готов каким-то образом подумать на эту тему, поучаствовать в работе, то вы были бы благодарны. Конечно, потому что сплошь и рядом такое. Понимаете, я говорю, ну вот я, например, врач, да, я не сильна в юриспруденции, да, да, я могу прочитать законы, но я никогда не составлю правильное какое-то там обращение в суд или ещё куда-то, чтобы довести дело. Да у меня просто нет времени, потому что я целыми днями занимаюсь спасением котов. Тогда, когда я не работаю гинекологом, я занимаюсь спасением животных. У меня чисто физически нет времени что-то писать, куда-то что-то вести. Да, конечно, юридическая помощь очень нужна. То есть, у вас какие-то взаимоотношения с самоуправлениями, с министерством налаживаются? Нет, есть инициативная группа, которая занимается именно законом, потому что без этого ничего не будет, да. Но то же самое и самоуправление. Очень редко кто идёт вот навстречу, да, и что-то помогает. Очень редко. Поэтому хотелось бы всё-таки какую-то отдачу и со стороны самоуправления. Да, нельзя всё перекладывать на плечи жителей. Да, жители виноваты. Это как бы они делают всё, почему вот эти вот животные появляются. Но другие, другая категория жителей помогает. Так самоуправление, ну возьмитесь, помогите. Ирина, а давайте ещё мы обратимся к нашим радиослушателям и расскажем. Те, кто хотят помочь сейчас перед наступлением зимы приютам, что можно привести, чем можно помочь? Знаете, самое лучшее, вот по моему опыту, это позвонить в конкретный приют и узнать, что им надо. Потому что бывает так, что вот в приютам вроде как всегда надо картон, какие-то там одеяла, да. Но бывает, что им только что привезли, и поверьте, им просто нет места всё это хранить, да. И поэтому лучше позвонить в приют и узнать, что конкретно надо приюту. И он вам обязательно скажет, да, если вы хотите привезти корм, ну тоже поинтересуйтесь у приюта, какой корм надо, да. Людям кажется, что вот он купит там большой мешок за 20 евро, это вот супер, он молодец. Может быть, знаете, где-то в деревне, где-то там, когда вообще кушать нечего собачкам, это и неплохо, да. Но в приюте собаки, они как бы, ну, закрыты в вольерах, да. И им, в принципе, нужен профессиональный нормальный корм, чтобы у них было всё с пищеварением нормально. То же самое у котов, да. Ну, нельзя их кормить самыми дешёвыми кормами, от которых потом нарушается пищеварение, собака страдает. Ну, да, намного дороже получается лечить. Поэтому лучше привезите 2 килограмма хорошего корма, чем 10 килограмм не очень хорошего, от которого потом собачки, котики страдают, да. Позвоните в приют, узнайте, что у них вот в данный момент. Любой приют вам скажет, вот нам сейчас нужны консервы, скажем, для щенят, да. Ну, привезите лучше 6 банок консервов нормальных. Кто-то ещё привезёт. И мы этим как бы, ну, поможем приюту. Это самое лучшее. То есть нету такой, вот для всех, вот надо то, да, надо картон чаще всего, тёплые одеяла, но не вещи человеческие. Не надо привозить там свитера, какие-то штаны, какие-то кроссовки. Я видела опять же на вашей страничке пост, и мне показалось, что, ну, неужели такое вообще происходит. Там было написано, люди, пожалуйста, не надо в приют привозить нижнее бельё. Не надо шёлковые вещи, капроновые занавески, нижнее бельё любых размеров, женская обувь на каблуках и без каблуков, неужели привозят? Да, к сожалению. А вот логика какая? Ну, избавиться от ненужных вещей, да, и просто люди не думают. Они всё в один мешок туда скидали, им кажется, ну, они сделали доброе дело, как же, да. А то, что приюты потом это всё утилизировать, и всё это стоит денег, вывоз мусора для приютов тоже стоит денег, да. Поэтому об этом никто не думает. А откуда ты знаешь, тебе привезли мешок, ты порадовался, сверху вроде одеялка лежит, ты начинаешь разбирать, и действительно, вот, ну, просто, ну, диву даёшься, да. Ну, приличных слов просто нет. Ну, зачем это вести? Ну, не надо тебе. Поверьте, в приюте работают тоже люди, и никому не нравится разбирать грязные чужие трусы, да. Ну, это просто неуважение к людям, да, это просто какое-то издевательство. Но, к сожалению, да, такие есть. То есть наш совет радиослушателям такой, что, в принципе, можно, вот, прямо всей семьёй, особенно воспитательный момент здесь существует для детей, собраться, посмотреть по логистике, смотря в каком районе вы живёте. Может быть, есть в Риге недалеко от вас приют, может быть, в Рижском районе тоже есть недалеко. Что вам по пути? Вот, позвоните туда, да. И просто конкретно задать вопрос, чем вам помочь, да, что привезти. И пойти вместе с ребёнком, например, в магазин, в зоомагазин. Купить маленькую пачечку, не надо много, просто приедьте, погуляйте с собачкой, даже можете вообще ничего не покупать. Для собак, для котов – это домашние животные. Просто люди должны понять, что в приютах это наши с вами друзья, домашние животные. Они остались временно, без хозяев. Им очень важно общение с человеком, очень, да. И они скучают. И чем больше людей приедет, пообщается, тем лучше чувствует себя животное. Просто приедьте, пообщаться. Не обязательно что-то покупать. Сейчас тяжело, у людей денег нет. Но приедьте, погуляйте с собачками. Собачка будет рада, вам будет тоже прогулка хорошая, погода прекрасная. Посмотрите, какая стоит осень замечательная, да. Приедьте с ребёнком погулять, вам в приюте дадут собаку, которая слушается, которая будет с ребёнком хорошо. И ребёнок увидит, что вот, да, вот родители мои едут в приют, значит, и я потом могу съездить. Мне очень нравится традиция школы сейчас приезжает. Вот они осенью собирают какую-то помощь и потом классами приезжают. Это очень приятно, да. Потому что хочется, чтобы следующее поколение, оно было лучше нас, оно было добрее нас. А как стать добрее, лучше? Ну вот приедь, посмотри в эти глаза. Да, да, это больно. Кто-то из деток тоже плачет. Но это, знаете, это такие переживания, которые делают нас сильнее, нашу душу чище. И я считаю, что они нужны. Да, тяжело, я всё понимаю. Я первый раз тоже плакала, и всё. Но потом просто вытерла слёзы, поняла, плакать не надо, надо просто помочь. Не можете каждую неделю, ну хоть раз в месяц выделите день. Ну приедьте в ближайший приют и отдайте свою любовь, тепло вот этим нашим животным. Вот здесь есть ещё такой тонкий момент, что мы все люди, да. То есть мы, в общем-то, единое какое-то вот целое, да. Вот как говорят, мы все там божьи создания. Они тоже, да, животные. И если какие-то люди ведут себя вот таким образом ужасно, что они бросают, выбрасывают этих животных, то другие люди могут каким-то образом, я не знаю, там, мыслями, своим участием, каким-то образом загладить вот эту общую нашу человеческую вину. Ну, наверное, так и происходит, да. Потому что, вот, скажем, за эти 4 года каких только причин мы не видели, почему животное не надо, да. Да, начиная от аллергии, ну это вообще массовое заболевание в Латвии. Вот я не знаю, мне кажется, это вообще пандемия аллергии у нас в Латвии. Каждого второго, кто взял животное, его отдаёт, это аллергия. Да, аллергия есть, проблема есть. Но очень просто она решается. Пожалуйста, не берите животное в кровать. Ну не надо. Если вы знаете, что ваш ребёнок или вы аллергичны, не надо, чтобы животное было с вами в кровати. Прекрасно приучается и котёнок, и щенок, и собака, и кошка не приходить в кровать. Ну закройте дверь в спальню, ну не давайте спать в кровати. Мойте руки после общения с животным. Научите ребёнка мыть сразу руки, умывать лицо. Не будет тогда так много аллергий, да. Влажная уборка, проветривание, погулять. И не будет столько проблем. Потом вторая, провода сгрыз. Да, вот это тоже любимая проблема. Почему кот в приюте, он грызёт провода? Ну так ему просто не хватает игрушек. Купите ему игрушек, да купите ему моток провода просто. Пусть он грызёт эти провода, да. Поцарапал обои, друзья мои. Ну это кот, да. Ну так срегите ему когти, купите ему домик, купите ему когтеточку. Работайте, да. Это как ребёнок, научите его. Ваш ребёнок, когда маленький, он тоже, наверное, и царапал вам, рисовал на стенах и чем-то их там пачкал грязными руками. Но вы же не выкидываете своего ребёнка. А почему вы вот этого хвостатого ребёнка можете выкинуть, да. Или ещё одна причина в Латвии. Мы уезжаем. Да, и поэтому надо животное в приют. Ну вы же переезжаете, вы же вот ребёнка берёте, себя, мужа там берёте. Так возьмите своё животное. Это несложно. Сделайте ему паспорт, прививки, да, и возьмите его с собой. Сколько... Ирина, а вы изучали, вот вы рассказали очень интересную историю, что вы за границей посещаете приюты. А есть вообще какие-то страны, где нет бездомных животных, где эта проблема решена? Да, есть. Да. Фактически вся Европа. У них нет бездомных животных, да. Как-то они это решили. Да, может быть, я изучала это всё, смотрела. Конечно, когда-то там в 50-х годах это было всё очень так, ну, как бы, может быть, жестоко с какой-то стороны, потому что были пойманы все бездомные животные. Я так понимаю, что их усыпили, да. И потом ввели жёсткие правила. И люди их соблюдают, да. Очень, скажем, хорошо это, плохо. Очень развито наблюдение за соседями, сообщение куда-то в органы. Это очень хорошо работает, да. Ну, пусть у нас сообщают. Пусть у нас, но только непонятно, куда нам сообщать. Да, то есть если какое-то жестокое обращение с животным, то люди не молчат, люди не проходят мимо, люди неравнодушны, да. Самое страшное, вот, бич нашего времени – это равнодушие. Вот то, что меня не касается, вот я иду мимо, вот животное там сбитое, страдает, больное. Вот человек идёт мимо, он этого не видит. У него здесь такие шторы, да, вот у него вот есть, это не моё, нет, ну это что-то, да, это же не моё. Зачем мне там помогать, да. Я понимаю, что такие люди мимо человека пройдут, да, и ничего. Но почему-то как-то людям кажется, что если это животное уличное, это не моё, да. Я не обязана останавливаться и там что-то помогать. Но ты сам не можешь, у тебя нет времени, что набери, у всех есть телефоны, позвони в полицию. Самое первое, куда надо звонить, это в полицию. Тебе всегда расскажут, что надо сделать, да. Тебе могут просто, ну, дать телефон, куда позвонить. Есть службы, которые забирают животных с улицы, да, есть клиники, которые, Бейнерта клиника, которые вот какие-то сбитые животные, больные, они приезжают и забирают. У них есть договор с Думой, да, есть Дзивная Экуполиция, есть приют Улубэл, Лапес Майс, и в Юрмале это слог из Дзивной Экупатверсме. И если что-то с животным, позвоните. Ну, если вы не знаете номер, позвоните в полицию. Полиция сама сообщит приюту, приют приедет и поможет, да. Ну, не надо делать вид, что нас это не касается. Ну, касается это нас всех. А вот вы начали с того, что в Юрмале, когда заканчивался и, наверное, сейчас заканчивается дачный сезон, появляется очень много бездомных животных. То есть сейчас эта тенденция сохраняется? Сохраняется. Ничего не поменялось. Я хочу сказать, что за 4 года вот то, что мы так активно занимаемся помощью животным, мы начинали с Юрмала. Но сейчас уже так получилось, что уже по всей Латвии помогаем, никому не отказываем. Ну, в своем, как бы, что можем, да. Если у нас есть ресурсы, мы стараемся не отказывать в помощи, да. Но ничего не поменялось. Чувства ответственности у людей нет. Как не было, так и нет. Поэтому я считаю, что только штрафные санкции помогут привести эту область в порядок, да. К сожалению, каждую осень все эти огороды Спилве, Варну, Крокс, Юрмала, это Слоцина и так далее, и так далее. Это куча выброшенных животных, да. И почему-то люди считают, что это нормально. Когда я пыталась говорить с одним человеком, вот за Каугури, там, Слоцина, такой кооператив, там сотни просто котов оставляют. Я спрашиваю, ну почему вы их оставляете? Их же сидят лисы. А мне говорят, это естественный отбор. Я говорю, какой это естественный отбор? С каких это пор коты стали у нас лесными животными, да. Это же не зайцы, да. Вот для людей это естественный отбор. И ничего не меняется, к сожалению. Ирина, и у нас уже потихонечку эфир идет к концу. Вот такой личный вопрос. Говорят, что все люди делятся на кошатников и собачников. Вы кошатница? Ну, я кошатница, да, хотя начиналось моё, скажем, в детстве у меня была собачка, она отжила со мной 16 лет. Но когда вот она умерла, я просто больше никого не могла взять с собакой. Как-то так получилось плавненько, что появился один котик, потом второй, потом много котиков. Ну и сейчас уже я такая, может быть, мне психология кошек больше близко. Они меня понимают, я их понимаю, да. Я, например, мне очень нравится брать диких котиков и их приручать. Ну, у меня прям вот бальзам. Вот мне это нравится, да. Ну, вот как-то у нас с ними больше контакт. Хотя собак я тоже очень люблю. Это уже даже такой педагогический талант. Ну, это не сказать, что педагогический, но, наверное, какой-то есть, что вот как-то я могу найти с ними контакт и изучаю психологию кошек, я вижу, что им нравится, не нравится, много читаю, смотрю какие-то передачи в интернете, да, что-то делаю, какие-то заметки для себя. И вот, ну, скажем так, мне это нравится. Да, да, да. Что-то спросить. Всё, как бы мы стараемся отвечать. Был мой телефон, я его убрала только по одной простой причине, что он звонил 24 часа в сутки, и это было просто уже невозможно. Да, вплоть до того, что в пол второго ночи звонок. Мы тут на дороге, тут ёжик на дороге, что надо делать, да. И мы там долго обсуждали, говорю, ну, если он не травмирован, пожалуйста, перенесите его с дороги в травку, да, и так далее. Поэтому в какой-то момент я не выдержала, всё-таки убрала свой телефон, но это, ну, невозможно, да. У нас нету такого человека, ну, как бы, что несколько человек там следит, да, ну, просто пишите тогда. Мы как только можем, мы отвечаем, потому что люди должны понимать, что мы все работаем. Это не наша основная специальность спасения животных. Мы все люди, и мы все работаем. У нас есть семьи, у нас есть дети, внуки, мы все добровольцы, мы все волонтёры, да. У нас прекрасная, замечательная команда за эти годы сложилась. У нас сейчас человек 20-25, у нас очень много временных домов. Наши все волонтёры обросли теперь за эти годы животными, да. Скажем, были люди, которые вот, когда мы только познакомились, у них было две собаки, один кот. Вот сейчас у них те же самые две собаки, но уже 10-11 котов. То есть те, кого спасли, взяли на передержку с тем, чтобы отдать, и они остаются. Ну, какие-то проблемы, да, вот, скажем, кот не идёт на контакт, ну, куда ты его отдашь? Вот так он остаётся жить. Выбросить не выбросишь. Да, так как и у меня, да, вот эти все коты, они просто, ну, вот по каким-то причинам, они не могли найти дом, вот так они у меня остались. Так и у наших, у всех волонтёров, да. Мы все обросли котами, собаками за эти годы, уже смеёмся. Так что если вы можете каким-то образом принять участие, поучаствовать, или, может быть, каким-то денежным пожертвованием, или кормами, или просто личным участием, да, взять кого-то и просто передвижать. Приветствовать, если люди, как бы, встанут временно дома. Пожалуйста, да, заходите на страничку «Бедри, Бадзивные, Купалы, Дзиба, Сдена», с целью можно просто Ирину Власенко найти тоже в Фейсбуке, и будем все вместе помогать. Спасибо, всего доброго, наш эфир подошёл к концу. Оставайтесь с нами после новостей.